Добрый вечер в Украине 20.00 в эфире подробности о главных новостях расскажут мои коллеги в студии Наталья Белышева. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Драгобрате арестованы на два месяца, так решил Ужгородский суд. Заседание длилось 33 часа без перерыва на отдых и сон. Адвокаты просили отпустить подзащитных на поруки или под залог, но суд удовлетворил требования прокуратуры. Защита намерена это решение оспорить. Напомню, членов правого сектора задержали на закарпатском курорте Драгобрат. В воскресенье в результате потасовки с применением оружия пострадали четверо человек. Что стало причиной конфликта, сейчас выясняет полиция. В прокуратуре объясняют. На аресте настаивали также потому, что задержанные были замешаны в разбойных нападениях в других областях Украины. Мы наполягали саме на утриманні под вартою. Причины такие, чтобы уникнуть всех возможных рисков, что звеневодные, то есть подсудные могли бы уникать покарания, могли бы каким-то чином впливать на ход расследования, могли бы чинить какой-то тиск на святки и на потерпелых. И плюс до того, они вчинили суспільно-безпечный злочин. Так, где и как успели наследить члены правого сектора перед Драгобратом? На месте событий выясняли наши корреспонденты. О том, с какими приключениями члены правого сектора добирались на закарпатский курорт Драгобрат, накануне рассказывали в полиции Ивано-Франковской области. Двом гражданам нанесли телесные ушкоджения. Незаконно завладели транспортным способом. Они его зупинили. С погрозой застояния оружия заставили провести их до села Люча Козевского района. После чего заподелили ему телесные ушкоджения, завладели его мобильным телефоном. Поместили его в багажное отделение. Село Среднебереза в Козевский район. Местные жители рассказывают, что здесь произошло вечером 9 января. Тогда уроженец села, член правого сектора Василий Малкович, он же Хорват, с друзьями нагрянул в местное кафе. Они начали что-то там разбираться, начали всех, кого имели, то габить. Я провожал гостей, то позвонил мне сусед, что там стреляют. Мы туда не шли вообще. Но так как машины там были, то пришли, машина была прострелена у моего друга. Ну, в окно и дверка. Разогнав всех посетителей кафе, члены правого сектора решили пройтись по селу. И уже через несколько метров по дороге встретили и избили местного жителя Василия Яцко. Сейчас пострадавший в хирургическом отделении райбольницы. Хори прибывают в нас в стационаре. Хороц зараз задовольный, стабильный. Проводятся привязки, раны, знеболения, запальная терапия. Парня не только избили, но и ранили из травматического пистолета. У пострадавшего выбиты зубы, на теле многочисленные гематомы, повреждены плечо, ребра и раздроблена кисть. Я одного познавал, я его знал. И они начали меня бить. Там какая-то женщина это видела, начала кричать, и поэтому они меня бить перестали. Мать Василия рассказывает, в селе все запуганы. Ее пытались подкупить. Предлагали несколько сотен евро, чтобы не подавала заявление в полицию. Якобы с этим предложением отец Хорвата приходил прямо сюда, в больницу. Он должен принести справедливую ответственность за то, что он сделал. Они стараются откупать. Они мне звонили, погружили в той ночи, что, как я подам на полицию, он меня застрелит дома. Я прошу это донести с экрана, чтобы вся Украина знала справедливый лиц Хорвата. Но это еще не все приключения членов правого сектора в тот вечер. Избив Василия, дебоширы решили отправиться в Закарпатье. Отдохнуть на Драгобрате. И поскольку никто из местных не хотел добровольно везти компанию пьяных вооруженных людей, они выстрелами начали останавливать попутки. Кто ехал, они зупиняли машину этого старшего человека. Они зупиняли, насколько я знаю, из его слов. Доехали с ним до Лючок, такое село у нас, как ехать на Заречье. Почали его там бить, потом довезли до Заречи, запхали его в багажник машины. Разбитые старенькие «Жигули» с едва живым мужчиной в багажнике нашли уже утром в селе Заречье на Двернянского района. О своем похищении пострадавший написал заявление в районное управление полиции. Но с журналистами общаться отказывается. Опасается расправы со стороны членов правого сектора. Ирина Исыченко, Жанна Дучак, Максим Кирилев, телеканал Интер, Ивано-Франковская область. Еще один член правого сектора задержан за Мукачевскую перестрелку. СБУ обвиняют его в создании преступной организации и проведении террористического акта. Обстоятельства задержания и личность подозреваемого не уточняют. Известно лишь, что спецоперацию провели в Черкассах. Это уже третий задержанный по Мукачевскому делу за полгода. В июле 2015-го, я напомню, в городке на Закарпатье разыгралась криминальная драма, жертвами которой стали несколько человек. Члены правого сектора вступили в противостояние с милицией Мукачева и местными бизнес-структурами. Началась перестрелка из гранатомета и автоматов. По версии правого сектора, в результате событий убиты два их соратника и еще четверо ранены. Силовики же заявляют о ликвидации троих членов правого сектора и передаче двоих бойцов в руки правосудия. После конфликта нескольким представителям правого сектора удалось скрыться в горах. Бензин на заправках должен подешеветь. На этом настаивает Арсений Яценюк. По мнению премьера, стоимость топлива зависит от мировых цен на нефть. А сырье в последнее время демонстрирует рекордное падение. Вопрос ценообразования поручили министру энергетики. Вместе с антимонопольным комитетом и основными операторами рынка он должен вывести формулу стоимости топлива. А вот российских продуктов в украинских магазинах станет меньше. Киев расширит список запрещенных товаров из федерации. Об этом сегодня заявил премьер. Что попадет под санкции, определит Министерство экономики. Ранее под запретом оказались российское мясо, рыба, кофе, чай, детское питание, макароны, сигареты, соусы и корм для собак. Напомню, Россия с начала года полностью остановила транзит украинских товаров по своей территории. О том, чем российские власти порадовали своих граждан, сразу после новогодних каникул, расскажет Данил Русаков. Он в Москве. Глава российского правительства Дмитрий Медведев собирается, цитирую, приспособиться к текущей ситуации на рынке, а также предложить какие-то схемы оптимизации. Конец цитаты. Так в местном Белом доме отреагировали на экономические перспективы страны. 2016-й, как заявил премьер, будет нелегким. Там же в правительстве сегодня весь день думали, что делать с ценой на нефть. Ведомством поручили подготовить различные сценарии. Один реалистичный, стоимость барреля черного золота по нему должна колебаться в пределах 25 долларов. Другой оптимистичный, аж целых 45. Но экономисты предупреждают, это скорее из области фантастики. Свой антикризисный план ринулись разрабатывать и в КПРФ. Партия Зюганова, правда, избрала оригинальный подход. Решила расширить и дополнить уголовный кодекс. Работодатели, которые будут задерживать зарплаты, предложили ни много ни мало сажать. За неполную выплату на один год, а вот за полную невыплату на целых три. Перспективы таких правок в уголовный кодекс пока не комментируют ни в Кремле, ни сами предприниматели. Которых, собственно, и собираются заключать под стражу и отправлять по этапу в кризис. Данил Русаков, Сергей Ведмить, Московское бюро, телеканал Интер. Беглый экс-президент Янукович имеет все шансы стать крупнейшим в мире коррупционером. Он уверенно лидирует в рейтинге организации Transparency International, обойдя доминиканского сенатора Феликса Баутисту, бывшего президента Египта Хосни Мубарака и экс-главу FIFA Зеппа Блаттера. Всего в списке почти 400 претендентов. За то, чтобы коррупционное дело украинского беглеца расследовали лучшие сыщики мира, уже проголосовали 12 тысяч человек. Продлится этот опрос до 10 февраля. Суд закончил допрос свидетелей обвинения и начал допрашивать пострадавших по делу российских ГРУшников Ерофеева и Александрова. Чего требуют трое украинских военных, получивших ранения в бою с разведгруппой. Все подробности заседания у Егора Логинова. Перед началом судебного заседания адвоката российских ГРУшников Юрия Гробовского заметили в обществе руководителя Центра по обмену пленными Владимира Рубана. Говорили об обмене, рассказывает адвокат. Последние свидетели со стороны обвинения украинские бойцы Сергей Солохин и Станислав Шляхтович. Один выносил Ерофеева и Александрова с поля боя, другой, одним из первых, обнаружил раненых российских ГРУшников и их оружие. Конкретно у Ерофеева вентерес. Сбоку где-то лежал. Рядом с Александровым лежал этот вал. Трое потерпевших, разведчики Андрей Ольхович Новосадюк, Александр Сирош и Богдан Гаркуша, все в тот день были ранены осколками мины, когда противник обстреливал украинские позиции, прикрывая отход диверсионной группы. Бойцы признают, непосредственно Александров и Ерофеев лично им вреда не нанесли. Результатом допиту, ну не всіх, тих потерпевших, яких ми сьогодні допитали, було встановлено, що жодних тілесних ушкоджень потерпелим по данній справі Александров і Ерофеев не завдавали. Самі ці підсудні, які знаходяться на лаві підсудні, безпосередньо не стріляли з мінометів. Але ми знаємо, ми хочемо довестися, в залі судового засідання, що мало диверсійна група, група, да? І самі дії, в тому числі групи цієї, призвели до поранення цих людей. Ольхович Новосадюк признається, во время задержання допрашивал Ерофеева. Говорит, под обстрелом противника для українських разведчиков это був вопрос жизни і смерти. Ви в інтерв'ю громадський ТВ от 16.08.15 заявили, що при задержанні Єрофеева його допрашивали і произвели над головою два вістрела. Считаєте ли ви, що це не було угрозою його життя? Не, це не було угрозою. І психологічного давлення? Це просто було психологічного давлення. Ну, тобто сказав, що скільки їх людей прийшло. Сегодня по состоянию здоров'я в зал суда не змогла явиться ще одна пострадавшая. Мать Вадима Пугачева, солдата, который погиб при нападении на украинские позиции диверсионно-разведовательной групи. По закону Татьяна Пугачева или ее представитель обязаны дать показания в суде. Но буде это уже на следующем заседании, которое начнется 22 января в пол-одиннадцатого утра. Егор Логинов, Валентин Белич, подробности, телеканал Интер. Журналистам запретили снимать Надежду Савченко в суде. Об этом в своем аккаунте в Твиттере написал один из адвокатов украинской пленны Илья Новиков. По его словам, таким образом российское правосудие хочет скрыть внешний вид Надежды. Савченко начала голодовку 17 декабря. И, по словам Новикова, уже потеряла более 15 килограммов. Кроме этого суд отказался приобщать к делу материалы адвокатов Савченко, доказывающие, что их подзащитная была похищена с территории Украины и вывезена в Россию. Защита настаивает, к похищению Савченко причастен лидер самопровозглашенной Луганской народной республики Игорь Плотницкий, а также несколько российских следователей. Салогом слабости в дороге и могут запретить участие в следственных заседаниях. Четыре беркутовца, которые принимали участие в избиении автомайдановцев во время революции достоинства, прошли переаттестацию и продолжают работать в нацполиции. Некоторые из них даже получили повышение. Об этом сегодня заявили в генпрокуратуре и предоставили соответствующие документы. Бывшим беркутовцам уже объявлено подозрение. В ближайшее время им изберут меру пресечения. И, тем не менее, накануне вечером глава нацполиции Хатя Дагнаидзе на своей странице в Твиттере заявила, бывшие беркутовцы переаттестацию не проходили. Их якобы автоматически зачислили в ряды полицейских при переформатировании МВД. Более того, служебных расследований по ним не проводили. И от службы не отстраняли. Чем от старого беркута будет отличаться новый полицейский спецназ КОРТ? Кто войдет в это элитное подразделение и насколько сложно туда попасть? На примере харьковского конкурса разбиралась Лидия Калинина. Марафон по физической подготовке. Будущие спецназовцы начинают здесь, на стадионе. Те, кто планирует попасть в КОРТ, должны ждать серьезный норматив. Пробежать 2,5 километра за 12 минут. И это только начало. После пробежки так называемый тест КУППЕРа. Отжимания, выпрыгивания, пресс, приседания. Внимание, Бориславль. Раз, два, три, четыре. В зале вздохи и стоны справляются не все. Именно на этом этапе многие отсеиваются. Человека не хватает кислорода, не поступает в мост кислород. И поэтому начинается, там поднимается давление, тяжело. Инструкторы, они приехали из Киева. А до этого обучились у американских коллег. Поддерживают бойцов и следят за временем. Важно не просто сдать норматив, а сделать это быстро. Шесть. Семь. Давайте два за счет подряд. Сделаем. Восемь. Еще. Все претенденты в КОРТ – бывшие или действующие бойцы спецподразделений. Здесь и 20-летние ребята, и те, кому до пенсии пару лет. Возраст не помеха. Основной критерий – физподготовка. Вытягу, вытягу, вытягу. Свой, давай. Свой, давай. ТАПа ждут тесты по стрельбе. Затем психологическая проверка. В финал обычно выходят не больше десятой части всех желающих. Последний этап – самый сложный. Финалистам устроят настоящую школу выживания на специальной базе под Киевом. Пять суток они будут очень мало спать и много работать. Тренироваться и работать. Те люди, которые останутся, которые сильны физически и морально, они будут работать уже в подразделении КОРТ. Большинство из претендентов прошли АТО. Есть и бывшие беркутовцы. Артем успел послужить и в Беркуте, и в Грифоне. О специфическом отношении к его эксподразделению знает, но просит не ставить клеймо на тех, кто сюда пришел. Мое мнение, что не мое только мнение, а людей-профессионалов, которые здесь достойны это проходить. Потому что до этого еще проходили много проверок, налоговых, иллюстрационных проверок, очень много. В Университете внутренних дел, где проходит отбор, уверяют беркутовцы времен Майдана. В полицейских рядах почти не осталось. Да и задачи у новой элиты спецназа будут совсем другие. Только борьба с бандитизмом, терроризмом и освобождение заложников. Никакой политики. Завдания трошки изменятся. Заборы с тех, с прошлого беркута, никто на площадке городов уже не собирается. Вот таких людей не нужны, понимаете? КОРТ должен стать элитой полицейского спецназа. А если бойцов спецподразделений, которые сдают нормативы сейчас, не хватит на целый батальон, будут искать претендентов среди других полицейских. Отборы уже провели в Киеве и Одессе. На очереди Днепропетровск. Лидия Калинина, Александр Яновский. Подробности телеканал Интер. Харьков. 20 вражеских обстрелов было зафиксировано сегодня на востоке Украины. Об этом сообщает штаб АТО. Больше всего провокаций в районе Донецка. Геннадий Вивденко о том, что происходит в районе оккупированной Горловки. Описывая обстановку под Горловкой, боец немногословен. Со 2 января противник пытается ежедневно пробить наши позиции. На днях после вражеской атаки на Зайцево погиб один из бойцов. Он принимал участие в спасении мирных жителей, попавших под огонь диверсантов. Командиры на линии Зайцево-Майорск наблюдают, как противник накапливает тяжелую технику. Из местных балок, как на ладони, видно, что происходит в Горловке. Из стрелковой оружием в нашу сторону огонь, это не страшно. Противник там на той стороне шевелится, техника находится, греется, людей увеличивается. Кроме врага еще и погода осложняет жизнь бойцам на передовой. За январьской стужей вот такая вот теперь, сами видите, что делается в окопах. Но украинские бойцы не теряются и относятся к передовым позициям, как настоящие хозяева. Под носом у врага на передовой, под землей оборудовали сауну. Теперь легче держать длительную оборону. Думаю, скоро командир доробит. Надо все доделать, чтобы давать пару, и бак сверху, и все. Картошка там лежит, консервация. Соорудили и погреб. Сало, овощи, варенье. Из дому и от волонтеров. Пулеметные ленты в коробках отдельно от оружия. Но бойцы уверяют, заправить их могут за 2-3 секунды. Геннадий Вивденко, Сергей Дубинин, Руслан Терентьев. Подробности телеканал Интер из Донецкой области. В Минске прошла первая в этом году встреча участников трехсторонней контактной группы по регулированию конфликта на Донбассе. Об этом в Фейсбуке сообщила пресс-секретарь украинского представителя Леонида Кучмы. Россию на заседание представлял Борис Грызлов. Напомню, накануне он с неофициальным визитом посетил Киев. От международных наблюдателей ОБСЕ участвовал Мартин Сайдик. Зам главы миссии ОБСЕ на Донбассе Александр Хук ушел раньше всех. Объяснил, что ничего экстраординарного ему предстоит плановая поездка в Донецк. Стороны поддержали объявление режима тишины, который не соблюдался во время новогодних праздников. Решено также освободить из плена более полусотни человек, и россиян, и украинцев. И допустить, наконец, международные организации к заключенным на неподконтрольной Украине части Донбасса. А вот консенсус относительно проведения там местных выборов пока не достигли. Впрочем, этот вопрос еще могут решать до конца месяца. До апреля контактная группа будет собираться в Минске каждые две недели. Украинская сторона, конечно, жестко поставила вопрос на необходимость выполнения всех пунктов Минских угод. Ключевым подсумком сегодняшнего дня есть договоренность, что должен работать режим тишины. Он не может это порушивать. Все стороны согласились с тем, что в ближайшее время должны быть освободены более 50 граждан. Петр Порошенко поговорил по телефону с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Франсуа Аландом. Украинский президент назвал недопустимым нарушение режима тишины на Донбассе со стороны боевиков, а также препятствование наблюдателям ОБСЕ в доступе на оккупированные территории. Собеседники обсудили дальнейшие шаги по выполнению Минских соглашений, в частности проведение местных выборов в соответствии с украинским законодательством и подготовку к возобновлению Украиной полного контроля над границей. Президент Порошенко также выразил соболезнования канцлеру Ангеле Меркель в связи с гибелью граждан Германии в результате теракта в Стамбуле. Турецкие полицейские уже задержали подозреваемого в организации этого теракта. Арестовано еще 68 пособников террористов ИГИЛ, в том числе и трое россиян. Напомню, вчера террорист-смертник взорвал себя в Стамбуле. 10 человек погибли, еще 15 получили ранения. На месте событий находится Вениамин Трубачев, у него все подробности. Площадь Султан Ахмед уже утром сегодня открыли для туристов. Сотрудники спецслужбы завершили свою работу, и мы можем подойти ближе. Взрыв прозвучал непосредственно вблизи вот этого ограждения. Сегодня люди целый день несут сюда цветы. Некоторые повязали шарфы немецких футбольных клубов в память о погибших гражданах Германии. Мы скорбим по погибшим здесь немцам. Это могло случиться где угодно, но произошло здесь. Терроризм не имеет границ. Мы против этого. Практически все магазины и рестораны в центре Стамбула сегодня открылись. Но продавцы жалуются, что посетителей практически нет. Все столики свободны. А вот в этой торговой лавке, которая находится в нескольких десятках метрах от места взрыва, оказывали первую медицинскую помощь пострадавшим еще до приезда врачей. К нам прибежала девушка, вся в крови. У нее были осколки в ноге. Мы дали ей воды и перебинтовали. Потом уже приехали врачи. В больницах до сих пор остается 11 человек. Двое в тяжелом состоянии. Другие пострадавшие уже идут на поправку и собираются выписываться. Как вот эта семейная пара из Норвегии. Был сильный взрыв. Я инстинктивно отвернулась и потом увидела, что моя куртка вся в крови. В человеческих останках вся разорвана. Это был шок. Сегодня людей в центре Стамбула откровенно мало. Некоторые туркомпании отменили экскурсии. Вот автобусы пустуют. Многие иностранцы остались в отелях. А те, кто пришел сюда на площадь Султан Ахмед, говорят, шокированы произошедшим. И побаиваются повторных терактов. Мы прилетели из Чили, потому что интересуемся историей Турции. Очень страшно, что произошел теракт. После взрыва я испугалась. Сразу же взяла телефон и начала звонить родственникам. Говорить, что со мной все хорошо. В городе существенно усилены меры безопасности. Много полицейских автомобилей, пеших патрулей. Сотрудники спецслужбы вооружены и одеты в бронежилет. Они периодически перекрывают улицы и устраивают проверки сумок и документов. Уже есть первые результаты. Задержан один из предполагаемых организаторов теракта. Кто он, полиция не сообщает. Помимо этого арестованы 68 пособников исламского государства. В том числе и трое россиян. Их задержали в Анталье. Вот их ведут в наручниках. Российские дипломаты проверяют обстоятельства задержания своих граждан. Позже появилась информация о том, что якобы один из задержанных находится в российском и международном розыске. С начала сирийского конфликта мы задержали 3318 человек, которые имели связь с исламским государством и другими радикальными группами. По вчерашнему теракту арестован один человек. Террористом-смертником оказался 28-летний уроженец Саудовской Аравии по имени Набиль Фадли. Буквально 5 января он просил убежище в Турции. Его личность установили после анализа останков на месте взрыва. Вениамин Трубачев и Владлен Ноль. Подробности телеканал Интер. Стамбул. Турция. 10 человек среди погибших в результате теракта в Стамбуле немцы. Эту информацию подтверждают и власти Германии, и Турции. Подробнее о реакции официального Берлина расскажет Татьяна Лагунова. Новости из Кельна исчезли с первых полос. Теракт в Стамбуле. Главная тема всех немецких новостей. В результате террористического акта погибли 10 граждан Германии. Еще несколько тяжело ранены. Страна в трауре. Я скорблю вместе со всеми нашими соотечественниками. И выражаю соболезнования родственникам погибших. Теперь они будут жить со страшной болью, зная, что их любимый человек не вернется из поездки. Погибшие жили в разных немецких землях. Всем им было за 50. В Турцию прилетели в составе одной туристической группы в понедельник. А сегодня должны были лететь дальше в Объединенные Арабские Эмираты. Министр внутренних дел Германии сегодня прибыл в Стамбул, чтобы лично проконтролировать ход расследования. У нас нет никаких данных, что теракт был направлен именно против граждан Германии. Я не вижу причин отменять поездки в Турцию. Не отменять, но быть осторожными рекомендует и немецкий МИД. Однако туроператоры, которые специализируются на поездках в Турцию, боятся, что спрос на путевки все равно упадет. Ведь немцы уже сейчас начинают планировать летние каникулы и бронировать туры. Татьяна Лугунова, Павел Лысенко. Подробности немецкое. Бюро телеканала Интер. США помогают Украине защищать демократию. Об этом американский президент Барак Обама заявил в Конгрессе. В своем последнем выступлении он подвел предварительные итоги на посту президента. Что же, по его мнению, ждет мир и США в ближайшем будущем? Подробнее наш корреспондент в США Тихон Зитко. Многочисленные овации, восторженные крики и удовлетворенные отзывы. В США выступление президента перед Конгрессом всегда не просто политическая речь, а шоу со своим церемониалом. Обама выступал в седьмой и в последний раз. В следующем году это будет делать уже новый президент во время инаугурации. И обещал, что речь будет нетрадиционной. Так и произошло. Ведь обычно такое выступление, отчет за минувший год и планы на следующий. В этот раз Обама с большим количеством шуток подводил итоги президентства и ставил задачи перед Америкой на десятилетия вперед. Сила нашей страны в нашем оптимизме и готовности работать, в нашей открытости и разнообразии, в нашей приверженности закону. Все это дает гарантию процветания и безопасности для ближайших поколений. Основная часть выступления была посвящена внутренней политике, социальной и экономической. Обама отмечал успехи, которых удалось достичь, выйдя из кризиса 2008 года. Говорил о необходимости бороться с безработицей, хроническими заболеваниями. Иначе говоря, делать Америку более комфортной и удобной страной. Не обошлось, кстати, и без намека на лидера президентской гонки республиканцев Дональда Трампа, когда Обама говорил о необходимости уважать всех, несмотря на религиозные предпочтения. Мы не должны принимать политику, которая предполагает выделение людей по расовой или религиозной принадлежности. Я так скажу, дело не в политкорректности. Дело в том, что именно это делает нас сильными. Отдельная часть выступления была посвящена политике внешней борьбе с ИГИЛ, восстановлению отношений с Кубой, а также Украине. Лидерство подразумевает мудрое использование военной силы и сплочение мира вокруг правильной идеи. Когда мы помогаем Украине защитить ее демократию, а Колумбии завершить многолетнюю войну, мы усиливаем мировой порядок. Выступление завершилось, Обама отправляется в американскую глубинку, а кандидаты в президенты обратно в штат Айова, где скоро праймерис. Журналисты же обращают внимание на то, как Обама изменился с момента своего первого выступления в Конгрессе. Журнал «Тайм» публикует две фотографии, сделанные с разницей в семь лет, и пишет, что Обама много шутил, что посидел от работы, а мы забыли, как он выглядел в 2009 году. Тогда, напоминает «Тайм», Обаме было 47, сейчас 53. Тихон Зитко, Никита Исайко. Подробности Американское бюро телеканала «Интер». Вот что ожидало бы Украину, если бы выборы в парламент состоялись, например, на следующей неделе? Деятельность нынешней Рады полностью не одобряют 52% жителей Украины, а досрочные выборы в парламент поддерживают 40%. И если бы голосование проходило через несколько дней, в Раде оказались бы пять партий и блоков. Таковы результаты опроса, проведенного социологической группой «Рейтинг» по заказу Международного республиканского института АйРА в ноябре минувшего года. 15% опрошенных жителей Украины поддержали БПП «Солидарность». 12% — оппозиционный блок. За «Батькивщину» и «Самопомощь» отдали бы свои голоса 10% и 11% респондентов. «Свобода» набрала бы 6%. Отдельный опрос провели для жителей подконтрольных Украине районов Луганской и Донецкой областей. Здесь голоса распределились следующим образом. Оппозиционному блоку симпатизируют 31%, БПП «Солидарность» — 8%, нашему краю и «Самопомощи» — 6%. Кроме этого, 75% жителей этих регионов видят Донбасс в составе Украины. Такого же мнения придерживаются 86% жителей остальной части нашей страны. Вы смотрите подробности, и вот что у нас во второй части. Блэкаут за свой счет. Куда так называемые крымские депутаты собираются жаловаться на Украину? Жертва сострадания. Что заставило британца незаконно ввести в страну афганского ребенка? Жалоба на судебное решение о взятии Геннадия Корбана под стражу. Сегодня ее рассматривал апелляционный суд столицы. Чем закончилось это заседание, узнаем у Елены Механик. Судебное заседание растянулось почти на 7 часов. Но до рассмотрения самой апелляции защиты Корбана дело так и не дошло. Львиную долю времени заняло рассмотрение двух ключевых ходатайств — об отводе судей и прокуроров. И те, и другие у адвокатов вызвали недоверие. Оказалось, у задержанного к стороне обвинения тоже есть вопросы. Он на прошлом суде, в Днепровском суде, прокурор хвастался, что у него два парши и пентхаус в центре Киева. Вот так. Поэтому я здесь, а он на свободе. Все нормально. Адвокаты Корбана обвинили прокуроров в неуважении защиты. Те, в свою очередь, парировали тем же. Суды дважды удалялись на совещание. Оба отвода и по судейской коллегии, и по прокурорам отклонили. Но заседание все-таки перенесли. Сам же подозреваемый в перерывах перемещался по залу суда без посторонней помощи, но под конвоем. Слушание по его делу продолжится 22 января. Елена Механик, Алексей Шматов. Подробности. Телеканал Интер. Выемку документов сегодня провела прокуратура в здании Одесской обл. администрации. Речь идет о финансовых операциях с 2012 по 2014 годы в связи с уголовными производствами о растрате бюджетных средств. Сами чиновники признаются, о визите прокуроров знали заранее. Напомню, в канун Нового года в Одессе разразился грандиозный скандал. Руководство областного департамента развития инфраструктуры правоохранители поймали на взятки в полтора миллиона гривен прямо на новогоднем фуршете. Ряды ждут очищения абсолютно всех категорий, всех коллег, будь-яких департаментов. Для нас это принциповое вопрос, потому что мы пришли с заявкой, что мы боремся и мы это будем делать. Не паниковать по поводу гриппа призывают украинцев в Министерство здравоохранения. Эпидемиологический порог в стране не превышен, заверяет профильный министр. По словам Александра Квиташвили, количество заболевших по сравнению с минувшей неделей выросло лишь на 3%. Что же касается так называемого свиного гриппа, то он тоже не так страшен. Главное вовремя обратиться к врачу. Министр заверил, лекарства против этого штамма в Украине есть. Не надо паниковать, просто надо больше за собой ухаживать и обращаться к врачам. H1N1, который был в стране по всей Европе и по всему миру в прошлом году, он никуда не исчез. Это не летальное заболевание, конечно, если правильно с ним обращаться. Крымские троллейбусы сегодня остановились. Работники компании провели этот рабочий день на митинге. Что довело их до стачки и как реагируют самопровозглашенные власти, расскажет Юлия Крючкова. Она в Симферополе. Симферопольские троллейбусы остановили первыми, как только с материковой Украины перестала поступать электроэнергия. Тогда говорили, мера вынужденная все ради экономии света. И уверяли, что простой не повлияет на зарплаты сотрудников Крымтроллейбуса. Однако сейчас выяснилось, вынужденные каникулы во время блэкаута оплачивать не будут. Как и работу в праздничные январские дни. Нам обещали заплатить с первого по десятое число. Как бы две трети зарплаты вчера нам говорил директор парка. А сегодня нам сказали, что нам ничего не оплатят. У меня было 31 тысяча. Теперь я получила 11. Нам засчитали только что приказ, что нам ничего не заплатят за эти 10 дней. Я, естественно, недовольна, потому что дети мои будут голодные. Троллейбусы во время блэкаута не ходили и в Севастополе. Как там будут насчитывать зарплату, неизвестно. Только с этого понедельника троллейбусные парки частично возобновили работу. В Симферополе на маршруты вышли 11 машин. В Севастополе около 30. По данным МЧС, полуострову сейчас не хватает почти третьей от необходимого объема электроэнергии. Это ощутимо. Полуостров до сих пор экономит на всем. Например, в Керчи сегодня решения местных властей отключают лифты в высотках. От городской электросети отрезают магазины, чтобы переходили на генераторы. Часть крымских предприятий работает только по ночам и тоже на генераторах. На полуострове уже более 2,5 тысяч дизель-генераторных установок. Тем не менее, в Крымэнерго подсчитали. Чтобы пережить эту зиму, необходимо еще 600. И сегодня крымские депутаты приравняли энергетическую блокаду полуострова к геноциду. Вот это заявление. В нем парламент полуострова призвал Генпрокуратуру и Следственный комитет России провести расследование по факту геноцида против жителей Крыма. А также обратился в МИД РФ. Просят вынести тему блокады полуострова на повестку дня Совбеза ООН. И в Международный уголовный суд. По предварительным подсчетам властей Крыма ущерб от блэкаута более 360 миллионов рублей. И это без учета убытков предприятий. Они составили 900 миллионов рублей. И эти цифры не окончательные. Юлия Крючкова, Виталий Зитковский. Подробности. Телеканал Интер. Крым. Мариупольское направление. Штаб оперативно-тактической группировки не исключает возможность атаки с воды. Насколько реальна эта угроза и хватит ли сил для обороны, проверял Станислав Кухарчук. Раннее утро. На улице почти нереальная картина. Солнце и туман. Артиллерийский корректировщик напряженно всматривается в дальномер. Сегодня на этом полигоне важное учение. А погода может все испортить. Мишени не видно. Из-за тумана взвесь, капельки, которые находятся в этом самом, он дает искажение. Поэтому по туману тяжело мерить. По сценарию учений на побережье, недалеко от Мариуполя, высаживается вражеский десант. Первыми в бой вступают артиллеристы. На полигоне разворачивается дивизион тяжелых орудий с цветочным названием «Гиацинт». Разворачиваться ребятам приходится в неимоверно сложных условиях. Снег на поле успел растаять и земля превратилась в болото. Уже полгода, как крупнокалиберную артиллерию, отвели от линии фронта на запасные позиции. Но едва завидев камеру, бойцы улыбаются и приветливо машут руками. Пока туман не рассеялся, бойцы чистят пушки от грязи. Но едва порыв ветра рассеял дымку, звучит приказ открыть огонь. 152-мм пушки бьют прямой наводкой. С такими орудиями сложно справиться даже профессионалу. А в 40-й бригаде почти все мобилизованные. И только два из них артиллеристы. Ребята обучались во время боев. На стрельбах все цели поражены. Вражеский десант остановлен. Атака противника с моря вполне возможна. Об этом постоянно докладывает наша разведка. Как известно, у российских наемников есть большое количество больших десантных кораблей. То со стороны моря возможна высадка такого десанта. В случае атаки наши артиллеристы готовы в течение двух часов вступить в бой. Но ребята надеются, что пушки будут стрелять только на полигонах. Станислав Кухарчук, Вадим Ревун, Антон Чиженко. Подробности телеканал Интер, Донецкая область. Под Волноваха сегодня почтили память погибших. Год назад на контрольном пропускном пункте в селе Бугас боевики расстреляли автобус с мирными жителями. Погибли 12 человек. Еще 18 были тяжело ранены. Вражеские грады ударили со стороны оккупированного Докучаевска. После боевики пытались обвинить в трагедии украинских военных. Но многочисленные экспертизы и показания очевидцев это опровергли. До сих пор я чувствую этот запах, который стоит в этом автобусе смерть. Люди практически как живые, но уже были все мертвы. И много-много очень крови. Я думаю, что преступники, которые это совершили, сколько бы до времени понадобилось, и где бы они ни были, от того, кто отдал приказ, от того, кто нажал на кнопку пуск, будут найдены и привлечены к ответственности. И только что появилась трагическая информация во французских Альпах. В результате схода лавины погиб украинец. Лавина накрыла несколько лыжников. По информации Францпресс, среди них группа французских школьников с учителем. Погиб 14-летний мальчик, а также наш соотечественник, который к этой группе отношений не имел. Трагедия произошла на лыжном курорте на востоке Франции. Босния-Герцеговина, возможно, станет 29-й страной Европейского Союза. Официальную заявку на вступление планируют подать уже в конце января. Но этот путь для Сараева будет долгим. Эксперты говорят, страну примут в ЕС не ранее, чем в 2025 году. Сначала Брюссель будет рассматривать это заявление, а потом предстоят длительные переговоры. Европейская комиссия займется последними польскими реформами. Одна из них касается юстиции, вторая – медиа. Почему они вызвали недоумение в европейском сообществе? Подробнее обо всем София Гордиенко. В это воскресенье тысячи поляков променяли воскресную мессу на акцию протеста у здания польского телевидения. Собрались в основном люди постарше, те, которые помнят, как выглядит контроль над медиа. Добрый вечер. Закончился визит в Польшу главы Политбюро Народной Республики Кампучии. Согласно реформе, отныне общественное телевидение – не просто телевидение, а Национальный институт культуры. Позитива о деяниях правительства должно быть больше, критики меньше. Новый директор Яцеп Курский, сам бывший журналист, уволил предыдущее руководство вместе с ведущими новостей и слишком свободолюбивыми журналистами. Мне нравится принцип Би-Би-Си. Все хорошее должно быть популярно, и все популярное должно быть хорошим. У Еврокомиссии к обеим реформам, что СМИ, что конституционно, немало вопросов. Обе могут ставить под удар принципы демократии. Я знаю о недавней реформе публичных СМИ, которую проверили в Польше и которая может вызывать сомнения в их свободе и плюрализме. Брюссель обратился к Варшаве за разъяснениями, на что пока получил только публичные ответы от политиков правого торгового. Мол, не вам нас учить. После событий 1 января в Кельне и того, как замалчивалась там такая тема в СМИ, я могу уверенно сказать, это у немцев проблемы со свободой слова и уважением к своим гражданам, а не у нас. Чем закончится в Варшавско-Брюссельское противостояние, понять сложно. Европейцы точно в большей растерянности, чем поляки. Пытаются быть мягкими и осторожными в высказываниях. Евроскептики из права и справедливости горячи на руку. И расшатывать ЕС в Брюсселе не хотят. Во Франции под суд попал британский волонтер, который работал в лагере для беженцев в Кале. За что бывший военный может сесть в тюрьму на 5 лет и что заставило его решиться на такой отчаянный шаг, знает наш спецкор Оксана Кундеренко. Он хотел спасти ребенка, но оказался на скамье подсудимых. Гражданин Великобритании, военный в отставке, 49-летний Роб Лоури решился приступить закон и нелегально перевезти в свою родную страну афганскую девочку. Несколько недель ее отец умолял меня забрать дочку. Я отказывал, но однажды, когда мы сидели у костра, Брю подошла и запрыгнула мне на колени, а потом заснула. Отец четверых детей Роб помогал беженцам во французском лагере Кале. Там познакомился с семьей четырехлетней Бахар Ахмади по прозвищу Брю. Когда смотришь на их фотографии, слов не нужно. Малышка явно привязалась к волонтеру. Жизнь в палатках, холоде и грязи была для ребенка не сахар. Чудовищные условия заставили мужчину забыть о всех правилах и спрятать Брю в своем фургоне. По дороге в Великобританию машину остановили пограничники. Роб Лоури сразу признался, я совершил преступление, я сожалею. Но виновен ли он? Не совсем. Согласно французскому законодательству, если ты спасаешь чью-либо жизнь, кормишь и даешь убежище, тебя нельзя обвинять. Однако его обвиняют по всей строгости. Ведь в авто нашли не только ребенка, а и двух эритрейских мужчин, которые забрались в багажник без ведома Роба. Ему грозит 5 лет тюрьмы и 30 тысяч евро штрафа. Суд состоится завтра. Брю по-прежнему живет в Кале, Роб тоже во Франции. А сотни мигрантов ежедневно пытаются пробраться на его родину. Какие только способы не придумывают. Прячутся в поездах и в грузовиках. Ведь Британия, самая вожделенная страна для беженцев, хорошо защищает свои границы. Оксана Кундеренко, Иван Ермаков. Подробности Британское бюро телеканала Интер. Что хакеры нашли в почте главы национальной разведки США? И что такое нужно запостить, чтобы собрать 13 миллионов лайков? Об этом и не только в нашем обзоре. Хакеры взломали почту главы нацразведки США. Киберпреступники получили доступ к личным записям чиновника. Подтвердили в пресс-службе Джеймса Клэппера. По данным СМИ, это дело рук несовершеннолетнего взломщика с псевдонимом Краха. Подросток якобы входит в группу хакеров, которые в октябре взломали почтовый ящик директора ЦРУ Джона Брэннона. Выложили в сеть его контакты и номер соцстраховки жены. В Нидерландах почтили память британского музыканта Дэвида Боуи. Звонари башни Домского собора в Утрихте исполнили одну из композиций Боуи – Space Oddity. Аналогично поступили в норвежской столице Осло. Там колокола городской ратуши прозвонили песню Changes. Дэвид Боуи умер 10 января. Яхта Уинстона Черчилля выставлена на торги. Судно, принадлежавшее премьер-министру Великобритании, оценили в 2 миллиона евро. Яхта вмещает 60 пассажиров. На ней есть 6 отдельных кают для особо важных гостей. Пришвартована она в гавани французского города Лиме, неподалеку от Парижа. Полтора миллиарда долларов сегодня разыграют в американской лотерее Powerball. Это самый гигантский джекпот в истории. По условиям розыгрыша победитель должен угадать 6 шаров. Американцы массово скупают билеты. Статисты тем временем подчеркивают, шансы стать миллиардером практически ничтожны и составляют примерно 1 к 290 миллионам. Если джекпот никто не сорвет, сумма возрастет еще больше. Что такое популярность в сети, продемонстрировал блогер с 8-миллионной аудиторией. Голландский футболист Дэми Дезеуф заснял водопад лайков и комментариев, которые получил, выложив в сеть новое фото. За несколько дней это видео собрало более 13 миллионов просмотров. Меткий прыжок. Благодаря молниеносной реакции австралиец спас свой автомобиль. Мужчина приехал на заправку, оставил машину возле колонки и пошел оплатить горючее. К авто тут же подбежал выжидавший неподалеку вор. Он завел мотор и уже двинулся с места, когда в окно с разбега запрыгнул разгневанный хозяин. Рождественский вертеп от студентов Украинской академии лидерства, которые решили поздравить президента. Кроме традиционных персонажей, в этом спектакле появились новые действующие лица. Боец нацгвардии, волонтер и медсестра. В постановке использовали факты из новейшей истории Украины. Ну а сама тема вечная борьба добра со злом, которая обязательно заканчивается победой светлых сил. Костюмы и сценарии студенты создавали сами. Петр Порошенко поблагодарил участников вертепа и сказал, что уверен именно за ними, молодыми лидерами, будущее нашей страны. Следите за развитием событий на нашем сайте подробностей Юэй. Хороших вам новостей и до встречи завтра. Субтитры создавал DimaTorzok